Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Культурная жизнь Рязани продолжает бить ключом. В сентябре к многочисленным фестивалям и кинопремьерам вновь присоединятся театры. О 230-м юбилейном сезоне Рязанского театра драмы расскажет его директор Семен Гречко. Здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Расскажите, пожалуйста, чем удивит нас новый сезон? Все-таки такая цифра – 230 сезонов. Как всегда, мы будем, я думаю, нашего зрителя удивлять премьерами. Уже, собственно, прошло две премьеры. Обе премьеры на малой сцене, с нашими крефеями, мастодонтами нашими, с народными артистами. С народным артистом Леонтьевым, с заслуженным артистом Митнингом. Соло для часов. Вы знаете, это такая мелодрама про конфликт по колене, про разные потребности, про разные ощущения. И я считаю, что спектакль очень интересен еще и тем, что ставила этот спектакль молодой режиссер, выпускница Лгитмюка. Сегодня это Санкт-Петербургская театральная академия, я по старинке называю. Ниоли Муктенайте. Такой, знаете, молодой взгляд на, ну, не совсем старую пьесу, но такой уже испробованный, испытанный материал. Очень интересный получился спектакль, всем рекомендую сходить. И вторая премьера, это «Уходил старик от старухи», это такой более современный материал, более. Играет народный артист Леонтьев, своей супругой Жанны Михайловны Шабулиной. Тоже интересная пьеса, рассчитана на более такое старшее поколение. В постановке Сергей Ука, Сергей Ук известен, он наставил последнего Ацтека. Но этот спектакль малой формы, по-своему интересен, по-своему такой камерный. Где-то более трагичный, где-то более захватывающий. Но всегда малая сцена, малая форма, она всегда более близка к зрителю и более цепляет за душу. Впереди у нас 20 октября первая большая премьера этого сезона юбилейного «Касатка» Толстого. В постановке нашего режиссера, Урсула Макаровой. Спектакль классический. Не буду уж рассказывать, что что-то такое необыкновенное. Но мы даже рады, потому что юбилейный сезон, и хочется классического театрального действия. Никого-то авангарда такого необыкновенного. Открою маленькие нюансы. Очень интересное художественное решение. Очень интересные костюмы. Яна Кремера у нас делала костюмы. Это очень интересный художник. Очень такой талантливый. Всем девушкам рекомендую сходить просто ради костюмов. Просто посмотреть, полюбоваться на костюмы. Есть очень необыкновенные вещи. Скажу так, на сцене будет корабль. То есть вот здесь будет корабль не весь спектакль. Кто знает пьесу, тот поймет, что когда в нужном месте появится корабль. Из премьеры еще у нас ноябрьская большая премьера. 20 ноября мы будем открывать второй международный театральный фестиваль. Свидание на театральной. Своей премьерой. Эта премьера совместный такой проект. Большой проект. Достаточно долго реализовывался. С Мюнсерским театром. С частным театром. Вольгута Борхата. В постановке Тани Вайнер. Классическая пьеса тоже. Ну, как видите. 230-й театральный фестиваль. Только классические пьесы. Клэйст. Сама пьеса называется Семьистр Шофенштейн. В нашем прокате она будет называться Сердца и ножи. Заняты и немецкие актеры. Заняты и наши актеры. Очень сильный состав получился. К примеру, уже состоялась в Германии. В начале сентября. Я ее видел. И всем рекомендую сходить. Прямо обязательно сходить. Ну, как всегда будет детская и взрослая новогодняя компания. Уже четвертый год взрослая новогодняя компания. Которая у нас всегда неизменно пользуется успехом. После Нового года будет уже современная драматургия. Современная американская вещь. В поисках истинного я. В постановке Якова Ломкина. Это режиссер, ученик Райхина. Сейчас он главный режиссер в Удмуртии Русского театра. Очень интересный молодой человек. Он у нас участвовал в лаборатории. Очень заинтересовал меня. И мы с ним выбирали пьесу. Нашли вот этот материал. Материал необычный. Материал очень актуальный сегодня. Есть некая перекличка с «Иронии судьбы». Открою секрет. Вот такой вот. Ну, конечно, на западный манер. Сегодня только обсуждали экспликацию спектакля. Я думаю, что наш зритель будет доволен. И заканчивать сезон мы будем, опять же, классикой. Лопе де Вега. Собака на сене. Постановки Никиты Бетехтина. Тоже когда-то у нас год назад работающего в лаборатории, ставивший отрывок из Лопе де Вега. Но мы решили, что нам этот материал необходим на большой сцене. Пока трудно сказать, во что это влиться. Но очень талантливый молодой человек. Я думаю, что мы не пожалеем. Как минимум, что взяли этот материал. Обычно все театральные сезоны открываются какой-то постановкой. В этом году решили отойти от классической схемы. И представили такие капустные номера, постановки из спектаклей разных лет. Как родилась идея? Почему именно такой формат выбрали? Ну, вы знаете, мы каждый год открываем какой-то премьерой, каким-то новым-новым спектаклем. Но все-таки 230 сезон. И захотелось, наверное, вспомнить, показать какие-то вехи в развитии театра. Действительно вспомнить те спектакли, которые были у нас. Вспомнить тех людей, которые... И режиссеров, и актеров, которые работали у нас. Некоторые уже, к сожалению, ушли. Из жизни ушли. Не думать, что это было важным. Важным именно показать историю театра. Именно показать, каким театр стал сегодня. Опять же, показать всю труппу. Юбилейный сезон. Юбилейный. Поэтому такое решение наиболее, мне кажется, было правильным. Вы уже говорили о немецкой труппе, о взаимодействии с немецким театром. Сложно ли было найти общий язык на репетициях? Как вообще актеры понимали друг друга? Ну, все-таки какие-то театральные термины. Какие-то... На одном языке все-таки мы разговариваем. Ну, театр. Под конец уже переводчик был не нужен. Уже был не нужен. Были моменты... Ну, художник по свету. Конечно, Андрей Козлов. Он со своими коллегами... Он сразу отказался от переводчика. Сказал, что мне ничего не надо. Мы тут все понимаем друг друга. Все хорошо. Все работаем. Не трогайте нас. С актерами сложнее. Конечно, есть моменты, когда режиссер хочет донести какую-то мысль. Какую-то идею. Да, действительно, переводчик был нужен. И несмотря на то, что Таня Вайнер учила русский язык, готовясь к этой постановке, понятно, что не в той мере. Это необходимо для постановки спектаклей. Но все равно, я говорю, под конец уже... Можно было, наверное, без переводчика работать. Будут ли сложности у зрителей? Будет ли языковой барьер как-то чувствоваться в спектакле? Я как раз очень боялся вот этого момента, что два языка, четыре актера говорят по-немецки, четыре по-русски. Там, где говорят... Ну, то есть, мы в Германии, когда была премьера, субтитры были на русском языке. Мне все равно было очень интересно. Я общался с простыми зрителями и задавал им вопросы, понятно ли, удобно ли, все-таки нюансы языка, где-то стихотворная форма. И к чести наших актеров, что говорить, русская школа, все. Зритель говорит, мы очень мало смотрели на субтитры, по эмоциям был понятен сюжет. Я думаю, что и у нас 20 ноября будет такая же история, что субтитры, конечно, будут нужны, но не в той степени, чтобы прям сидеть и читать. Потому что есть эмоции, произведение очень захватывающее, произведение о том, как домыслы, слухи превращают нашу жизнь в трагедию, ведут к трагедии. И мне кажется, это такая тема очень актуальна сейчас для всех. И для каждого, и для, скажем, семьи, для страны, и даже на международной арене. Вот приблизительно такая же история. Очень актуальный материал, очень интересный. Я думаю, что вряд ли возникнут такие трудности, трудности. В ноябре в вашем театре стартует фестиваль для встречи на театральной. Расскажите, чем удивит там зрителей? Мы ждем очень много гостей. Мы ждем в этом году... И в прошлом году у нас был такой интересный, где-то удивляющий, удивительный фестиваль. А в этом году, я думаю, что будет еще более... Развивается все. Мы ждем в этом году и итальянцев, мы ждем в этом году и Питер, и Москву, и Прокопьевск. Мы... Достаточно широкая география. Эльцитера, Корягина будет. Будет театром Литейный. Ну, в общем-то, достаточно насыщенная театральная программа. И что мне очень нравится, что и драматургический материал, который будет показан, он тоже абсолютно разный. И совершенно современные какие-то вещи, и классика. Но, знаете, не занудство какое-то махровое, да? А действительно классическое прочтение вещей, интересное прочтение в очень хорошем исполнении. Я думаю, что для любой категории зрителя. Вообще, вы знаете, очень насыщенная осень у нас. Мы в сентябре работали, вот опять встречались с своими финскими коллегами. И в октябре они привозят детскую постановку, наши финские друзья, в поисках пропавшего сияния. Мне кажется, тоже вот спектакль, который для любого возраста и детей, и взрослых. Очень финны любят тему любви. У них вот прям любой спектакль можно смотреть, спокойно идти и не переживать, что там что-то такое будет. Мы ждем у себя в гостях с 31 октября по 5 ноября «Томский тюз», который привозит тоже спектакли, конечно, больше ориентированные на молодежь, но не на молодежь, как бы совсем подростковую, а на молодежь, как сейчас принято, что сейчас молодость начинается в 40, вот в том числе и на такую молодежь. И много детского материала они тоже привозят. Четыре названия детских, что обычно на гастроли театра так не выезжают, что прям, ну если не детские театры, что там детские, детские. Они прям вот и четыре взрослых, и четыре детских прям видят. И очень интересный театр, очень такой нам незнакомый. Нам незнакомый, хотя одна страна, все. Они у нас никогда не были, но к нам редко приезжают из Сибири театры. Вот мы не Москва, скажем, да? Но очень интересный. И я думаю, что рязанские зрители, у нас очень театральные зрители, все отмечают, будет тоже очень интересно прийти на вот такие спектакли, посмотреть совсем других режиссеров-постановщиков, посмотреть другие решения. Я смею надеяться, что гастроли будут у них прям успешные-успешные у нас, пройдут. А мы в это время будем работать у них, там медные гастроли. Я думаю, что тоже себя покажем хорошо в Томске. Спасибо вам большое за интересную беседу. Удачи в многочисленных премьерах, которые вы готовите. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас был Семен Гречко, директор Рязанского театра драмы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова